Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как все на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Мы в полнейшем составе отправляемся в новое с вами путешествие, в новый город. Правда, даже не знаю, что нас сегодня ждет, но 100% будет очень интересно и классно. Мы отправляемся в город Матара. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Ланкийский трафик, видите, мотики, машины бибикают и так далее и тому подобное. Нам сейчас нужно попасть на ту сторону. Мы решили поехать на автобусе дешево и сердито, ехать примерно час. Крэйзи-крэйзи-баз. Вот, сейчас посмотрим, что будет по цене. Ну и, собственно, покажу вам атмосферу этих автобусов. На Шри-Ланке вот так вот выглядит автобусная остановка. Просто на дороге есть разметка, да, желтая. И есть знак, что это автобусная остановка. Знак есть не везде, но здесь есть. Первый бас, это не наш. А вот второй наш, знаете, зари пацанов. Вот он, 350-й, это наш. Крэйзи-крэйзи-баз, Матара, вот. Все, погнали. Автобус битком, что мы, конечно, не ожидали. Мы думали, сядем, на самом деле все сели. Мои сидят, вот, Миронечку пытаются уложить. Люди выходят прямо на ходу. Едем под Бланкийскую музыку. Сейчас автобус забит так, что невозможно даже стоять. Мы просто шпротаем. Вот видите, в какой-то момент мы даже сели. Что творит водитель, это невероятно. Это просто гонщики и какие-то сумасшедшие люди. Это реально аттракцион. Вот бас, это аттракцион, да, Сема? Да. Если водить аттракцион, и здесь, если вам их не хватает, то садитесь на бас, это точно. Ну что, добро пожаловать в Матару. Скажу сразу, что это реально большой город. Здесь даже есть, посмотрите, вот такое вот шоссе, такой проспект. Две полосы с одной стороны, две полосы с другой. В общем, пойдемте изучать этот городок. И начнем мы его с покупки воды и с поиска еды. Ехали мы. Ехали мы целый час. Я специально даже запустил секундомер. Здесь, на самом деле, каких магазинов только нету. На любой просто вкус и цвет торговые центры. Вот так вот музыка орет. Это у них совсем скоро. Здесь будет Новый год. По-моему, в апреле. Вот. В этом городе есть несколько мест, которые мы бы хотели посмотреть. И заключительная точка будет маяк. Это как бы чуть дальше центра города. Так что не переключаемся. Обязательно досматриваем до конца. Увидели, значит, такую табличку KFC полтора километра. Бич Рот. И решили вот все дружно, что нужно походу идти в KFC. Проезжали пицца-хат, но мы его так быстро проехали, что и не поняли даже. Здесь вот слева находится интересный парк, в который мы сейчас чуть позже пойдем и хотим сначала покушать. А через эту сторону находится вот такой храм. Посмотрите, там много людей. Видите, какой забор. Слоны, 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 еще раз слоны. Когда выезжали, забыли воду купить. Поэтому первым делом вода. Какие здесь палатки фруктовые. Смотрите, даже есть яблоки. Вот сто лет это не видели. Гранаты. А, есть, но они какие-то маленькие, странненькие. Красота. Идем сейчас и заходим на мост, который здесь считается тоже достопримечательностью. Посмотрите, какой красивый. Он невысокий, вот эти вот опорные столбы невысокие, но смотрится здорово. И река, которая впадает в океан. Не знаю почему, но здесь у них все реки имеют вот такой вот цвет какашки. Не знаю, с чем это связано. А вот здесь вот, посмотрите, какашка, да. А вот здесь вот открывается вид, не знаю, что это. Посмотрите, какой купол. Такое здание, похожее на питерское. Смотрите, как красиво. Туда река уходит дальше. Видите башню с часами? Это начинается форт. Мы сейчас тоже туда пойдем погуляем. А вот купол, который такой торчит, цементного цвета, я как понимаю, это буддистский храм. Так, нам надо дорогу перейти. Погнали! Стой, 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 стой. Ага. Ура, 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 ура. И возле форта находится автобусный вокзал. Отсюда можно и отправиться, собственно, обратно домой в Унаватуну. Либо можно было доехать прямо сюда. Но мы вышли чуть-чуть раньше. Вот, пожалуйста, местная чефанечка. Здесь можно, я думаю, покушать, что вообще за копеечки. Местная. Да, вот он, океан впереди. И вот этот вот буддистский храм, он находится отдельно на острове, представляете? К нему проведен мост подвесной. Сейчас то что-то сгоняем. Сегодня очень сильный ветер. Это, конечно, огромный плюс. Вот он остров. Видите, как красивый туда идет подвесной мост. На непонятно, о чем он, кстати, стоит. Он не прям висит. Океан сегодня, конечно, да, такой имеет коричневый цвет. И это такая набережная вдоль океана. Посмотрите, какой интересный балкон. И вот прямо рядом с этим интересным балконом, где такое ощущение, это Святая Мария, есть католический храм. Посмотрите, как он выглядит. Не знаю, может что-то попасть или нельзя. Ворота вообще закрыты. Находится вот прямо на набережной, да? Кто захочет посетить эту локацию, вот смотрите. Вот так вот это все выглядит. Но туда сейчас доступа нет. Ворота, вот эти, они закрыты. И такого автобуса я еще не видел. Посмотрите, он полностью сделан из стекла. Такая автобусная стеклянная витрина, прикиньте. Еще бы была бы заполнена чем-то, было бы прикольней. А вот это, собственно, и называется Матара Бич, главный пляж. Вот так он выглядит. И ветер очень сильный. Слушайте, когда-то всегда мечтал увидеть океан, который вот так вот стелет. Конечно, очень красиво. Посмотрите, здесь остров с буддийским храмом. С этой стороны тоже скалы. И вон там вот вдалеке, если вы ее будет видно, виднеется как раз тот самый маяк. Самый-самый высокий. Какая красота. Нет, Темка, на Шри-Ланке. Походу, сегодня без полетов на дроне, потому что ветер. Ого-го. Я не знаю, как пишется сейчас звук. Здесь, конечно, ветрозащита хорошая, но ветер реально серьезный. А еще, ребята, обратите внимание, я видел кадры с Индией, да, с Гоа, когда ребята тоже отдыхают, сидят, и у них прям мусорно. Посмотрите, как это выглядит здесь. Здесь почти нету мусора, но вот если сейчас присматриваться, можно эти бумажки. И то, мне кажется, это ветер сейчас принес. Вот единственное, мусорный пакет лежит. А так, посмотрите, идеально. Вот прям хорошо. Я даже не ожидал, что будет так. Ну и, собственно, вот, пожалуйста, Фудсити, Матара. И здесь же сразу же Кифиси. Вы знаете, достаточно большой. Давно мы не ели в Кифисишке. Поэтому даже будет сейчас интересно посмотреть цены и сравнить вкус. Это, конечно, не тот Кифиси, как мы привыкли. Здесь, например, видите, вот здесь есть курица такая же, но она подается с рисами. Меню, конечно, чуть другое. Детская, смотри. Или вот, например, наборы, видите? Большая, такая большая кастрюля с рисами. Там всякие крылышки, ножки, грудки. Так, показываю. Смотрите, два детских набора. Здесь у них картошка при и что-то типа вот стрипса. Банка колы. Дальше вот они, огромные два тристера. Наборы. Вот здесь, видите, с рисом подается. Желтый такой рис. Стем, вот туда вот. Таких два набора. Короче, вся эта поляна нам вышла на 5940 рупий. Что хочется сказать насчет Кифиси? Это то, что там все равно остро. Не так прям сильно, но достаточно, что хочется постоянно пить. Зашли сюда в магазин. Большой магаз. Настенка на Дзене про него, я думаю, напишет. Как в сравнении с деревенскими магазинами. Купили мороженое. Сейчас доели. И все, отправляемся с вами в форт, в храм, в парк и по всем местам. Настенка себе купила шляпу, которую из-за сегодняшнего сильного ветра постоянно сдувает. И мы, короче, бегаем за этой шляпой. Да? Со всех сторон тебе, Настенка. Так, смотрите, вот кирпичная стена. Про что вот я говорил ранее, раньше вот был этот мост. Ну а сейчас этот мост, видите, я не знаю, почему он такой разрушенный. В общем, собственно, калитка. И начинается новый мост. Он лежит, я сначала издалека подумал, что он лежит на каких-то деревяшках. А нет, он лежит вот на таких бетонных столбах. Рыбная лодка. Очень много людей в белом, не знаю, что это значит. И, конечно, как вы можете заметить, здесь огромное количество туристических автобусов. Ой, как очень сегодня сильный ветер. Вот это да. Так. Начинаем проходить. Нам, кстати, там женщина такая дала цветы, сначала просто такая, будь и будь, типа по лошади. А потом в итоге Тёма их освотила. Она говорит, мани, мани, мани. Я смотрю, здесь все идут без цветов, поэтому мы ей обратно отдали, Игорем. Ну, типа нам не надо. Смотрите, мост провалился. Видимо, проржавел. Ладно, двигаемся туда уже. Мы перешли. Слушайте, там ветер, блин, на мосту такой бьет. Ого-го, что люди идут, друг друга пропускают. И, видимо, опасаются, что ударит. Ладно, давайте будем погружаться в экскурсию этого храма. Здесь, я как понимаю, всё на реконструкции. Вот, видите, даже ли вы почти такие же, как в Питере. Про что я говорил ранее. Нам сказали, что нужно разуться. И мы начинаем подниматься. Детям сказали, как разоваться не надо. Вот они стоят монахи. Кстати, здесь вот монахам вообще всегда всё. Все, наверное, потому что все уступают. Давайте, пацаны решили сами разоваться. Приняйте. Обувь сняли там. Кепки сняли вот тут вот на проходной. Дали нам билетик. Он сказал 2000 рупий. В итоге я ему даю 2, он мне 1000 обратно отдаёт. И дал билет. Вот так вот выглядит. Ну, пойдёмте. Как я и сказал, да, всё на реконструкции. Мне кажется, буквально какое-то там время пройдёт. Здесь будет совершенно другая красота. Вот, пожалуйста, дерево. Туда, в потолок. Выложена надпись. Welcome. Ну, это да, видите? Всё строится. Я не знаю, насколько это ново, какого это года, века. Нога. Нога Будды, видимо. Здесь какие-то картинки, символы. Я не знаю, что это значит. Ну и, собственно, Будда сидит. Мы сейчас идём на балкон. Здесь можно выйти на такую террасу. Кто здесь что делает? Кто-то что-то... Чай пьют. Йогу преподают. Вот. А мы просто посмотрим сейчас на вид, который открывается с этого балкона. Там большой Будда, маленький Будды. Много Будд и вид. Посмотрите, какой прекрасный вид. Вау. Океан. Бескрайние просторы океана. Тот маяк вот всё виднее становится отсюда. А в этой канаве, посмотрите, какое огромное количество рыб. И всякие разные. Красные, пятнистые, чёрные, полосатые, синие. Кого только нету. Мы поделись вот сюда, вот видите, прям на самый верх. Нас, конечно, струбает здесь так. Немножко даже стрёмненько, потому что, видите, нет никаких перил. Всё только восстанавливается или только снова строится, я не знаю. Виды отсюда, конечно, ого-го. Ну и вот сам купол. Сюда можно даже зайти вовнутрь. Смотрите, как. Но здесь оу. Здесь просто цемента много, видите. Выкладывают они только. Но такие масштабы. Пока шли на мосту, у Мирона сдуло кепку. В итоге у нас была операция по спасению в океане. Это кепки. Героша, блин. Здесь ранец маленький. Вот, смотрите, ещё раз. Буддийский храм. И вот прям так вот бом-бом-бом. И, пожалуйста, форт. Форт Матара. Сейчас будем туда заходить. И вот прям под вот этой вот аркой. Вот мы и заходим. Добро пожаловать в оборонительную крепость и те самые часы, которые, конечно, все рекомендуют посетить. Вход сюда бесплатный. Можно прям вот так вот, видите, подойти сюда прям в упор. Я так думаю, что когда-то можно было сюда и подняться. Но сейчас нет такой никакой возможности. Вот, всё на замке. А лестница, да, достаточно туда крутая. Как их в кадр-то поместить вместе, чтобы быть? А-а-а, не знаю. Наверное, они не в лес. А пока мы наслаждались башней с часами, здесь вот местные играют в лапту, так называемую. Видите, как они кричат, болеют? Не в лапту, а в крикет. Там-то лапта. Крикет называется по-местному. Не по-местному это так называют. Нет, в нашем детстве это называлось точно лапта. Представляете, пришли, а здесь закрыто. Здесь, оказывается, работает, вот видите, до четырёх. И сейчас время как раз четыре. То есть очень клёво, здесь такой музей. Даже вот этот мост, видите, установленный через реку, которая вот вокруг этой звезды как бы протекает, которая поднимается. Ну что поделать, ладно. Возможно, в следующий раз, сейчас я прикреплю фотографию, вот здесь сейчас она показывается, как это выглядит сверху. Кто здесь будет, обязательно зайдите здесь, погуляйте. Но вот, к сожалению, у нас не получилось. Сейчас ждём пикмишку и едем в другое место. Ребятки, мы попали в такую красоту. Вот приехали на Тук-Туке. Нас тут, видите, встречает уже монах. Поздоровался с нами. Нужно, естественно, разуться, да, собственно, что мы делали тогда. Закрыть колени. И вот отсюда, посмотрите, здесь, видимо, какой-то музей. Да, здесь подземный, подземный музей. Вау. Не знаю, что нам рассказать, но здесь очень и очень красиво. Это большой туннельный храм, который считается самым значительным в обществе, восполняя его нехватку в древней истории. Слушайте, выглядит потрясающе. Это подземный туннель. И, ну, естественно, здесь вот есть надписи, что-то написано. Древность храма можно определить с 19 века, когда его учитель уволил определенного монаха. Так, это, как я понимаю, символизирует, что приходят разные люди к Будде. Друзья, мы будем, да, привет, дай, кей-барис, папа. Имея лишь минимум оборудования, монах собрал местных жителей, чтобы построить для него крошечный глиняный домик. Там еще есть продолжение, но туда уже не пойдем. В конце концов, монах решил превратить свое место в величественный храм, посвященный Будде. Нам сейчас буддист рассказывает всю историю основания буддизма. И вот вся эта история, как я понял, вот здесь вот на всех картинах. Видите, здесь она по номерам 26, 28, 30. Самая важная особенность – это снаружи гигантская статуя Господа Будды в сидячем положении, которая сохраняла чувство монаха, который сначала успокоился. Увидим эту огромную статую чуть позже. Более того, наиболее характерной особенностью храма является построена комплексная система туннелей, в которой мы сейчас находимся, которая сохранила за собой титул одного из самых уникальных храмов на острове. Кроме того, стены туннеля замысловато расписаны предыдущими жизнями владыки Будды, что делает прогулку по внутреннему святилищу храма еще более приятной. Вышли мы на территорию, на террасу, фонтанчик, слоны и пока все. И вот сейчас мы попадаем как раз сюда. Смотрите, на балкон вот это Будда. Смотрите, какой гигантский. Он не просто огромный, ребята. Я думаю, камера вряд ли передаст масштаб. И здесь вот такая территория. Смотрите, фонтан, лотусы. Представляете, мы прямо сейчас поднялись на самый верх. Здесь, конечно, красоты открываются. Невероятные. Так, надо одним глазом смотреть еще за Мирончиком, за детьми. Мы, получается, прямо возле головы. Высота, наверное, пятиэтажный дом. Сейчас вниз спустимся. Будет более... Более понятнее. Всего в деньгами закирено. Да. За деньгами будет. Ой, ну здесь аж начинает голова кружиться. Здесь, наверное, очень красивые закаты. Солнце за гору уходит. Да, панорама. Панорама очень классная. Вот. С этого балкона слева видны рисовые поля. Посмотрите, как их много. И как это красиво смотрится. До недавнего времени это просто были фотографии, которые мы наблюдали. А сейчас вот мы здесь и вам тоже показываем. Смотрите, как здорово. Вот мы и спустились на улицу. Я сейчас попытаюсь уместить в кадр. А, ну вот, получается, потому что я здесь далеко. Огромная высота. Просто мощь на самом деле. Вот местные приходят помолиться сюда. Слушайте, ну вот сюда точно стоит приехать. Прямо однозначно. Если вы здесь где-то недалеко находитесь, то... Надо пожарить. Такого буду точно. Стоит увидеть. И прикоснуться к этой религии. Да. Все, сейчас сделаем пару фоток и пойдем на маяк. Мы заказали тачку. С этого места тук-тук стоит дороже, чем машина. Не знаю, что мы связаны. Закат, походу, мы уже прозевали. Но что сделаешь? Монах нас так долго водил по лабиринтам этого храма. Но, тем не менее, ладно, прикольно все это делаем. Доедем все равно до маяка. Обязательно его посмотрим. Очень хочется. Ну, это самый лучший здесь маньяк на Фриланке, как говорит интернет. А пока мы ждем, тут начали подходить туристы. Они приехали на большом таком синем басике. Начали подходить, фотографироваться с детишками. Ну, собственно, за нами приехала тачка. Едем. Как такие? Музыка. Музыка. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok На закат как таковой прям посидеть мы не успели, но немножко я его поснимал, в машине чуть-чуть его видели, ну и сейчас попробуем дойти до маяка, мы его кстати тоже уже видели, еду и думаю дрон запустить, в итоге посмотрите просто сдувает вообще, океан бушует, нас сдувает. Вон у кого-то фотосессия сейчас, и вот мы подходим к этому маяку, ребята вы сейчас просто охренеете от вида этого маяка, какой он красивый Настя, а Настенка какая-то, Джек Воробей. Да, слышите какая там красота, да, пойдем, пойдем. Моя, 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 какой он красивый, слышите, это вот родик, в общем смотрите, ау, посмотрите, ну он хорош, вот это красавец. Слушайте, ну реально красота, ну вот это да. И на самом деле здесь даже не ветер помеха, а вот пожалуйста, знак видите, на дронах полеты запрещены. Мы заходим в эту красоту, как вам, класс, да, слушайте, это лучшее, что я когда-либо видел, ну серьезно. Он, ху-ху, он хорош, и это все пальмы кокосовые, посмотрите, какая красота. Он невероятный. Вот это да. Меня влезает? Влезаешь? Да. Смотрите, вот. Меня забыли. Блин, класс, конечно, вообще. Давайте, кот. Везде, везде таблички, что на дронах запрещены полеты. Так, очень надо быть предельно аккуратными под пальмами. Здесь какие-то классные птицы, такое ощущение, что это какие-то попугаи, я не знаю. Ай-вай, вот это да. Он высоченный. И очень красивый. Ай. Так я и говорю, попугаи это, да? Это не какие-то птицы, это попугаи именно. Вот они летают. Да вон они повсюду вообще. Зеленые попугаи, представляете? Первый раз в жизни видим попугаи в дикой природе. Это кеша. Ай? Кеша, это кеша. Какие-то кеши летают. Так, ну что, пойдемте осматриваться, что вообще там есть. Ой, там еще океан, представляете? Получается такая бухта. Красиво. Вот так уже все закрывают, может быть, здесь халава. Ааа, здесь, видимо, даже было открыто, возможно было, можно зайти. Какая территория. Ой, какие решетки вот эти красивые. Ааа, наконец-то мы сюда попали. Здесь, видимо, даже что-то живет, какая-то вилла. Много местных, очень много. Все сидят на камнях. Видите, вот так вот хайфуют. А где? Да. Ооо, вот это кадр, смотрите. Маяк и месяц. Просто на краю. Мы на краю на самом деле. Реально на краю. Вот все, вот там-там вообще нет ничего. Антарктида, по-моему. Вот просто бескрайний океан, нету ничего. Даже некому привет передать. Ребятки, поймал шляпу. Очень надеюсь, что вы меня слышите. Ветер просто какой-то безумный на самом деле. Смотри, дай. Ооо, смотрите, просто шляпа стоит на месте, видите. Невероятно. Вот такой у нас выпуск получился. Вот так сегодня путешествовали вместе с вами. Добрались до маяка просто до крайней точки этой планеты. Там больше нету ничего. И вот, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду с вами прощаться. Еще на пару секунд вам покажу этот бушующий океан. Пока. Вот, у меня в кармане этот телефон. Никогда не совершайте наших ошибок. Короче, маяк маяком, но как только стемнело, туда вообще никто за нами не приехал. Благо там была одна машина. Были молодые парни. Я к ним подошел и говорю, парни, help me, короче. Довезите нас хоть докуда, потому что мы не можем сюда вызвать такси. В итоге их уже трое в машине. Мы... Не-не, пойдем. Мы, значит, мы, в общем, забились в эту тачку, как шпроты. Они нас довезли сюда, до автобусной вот этой главной станции. Сейчас просим автобус. И, скорее всего, доедем на автобусе. Возможно, не доедем и на автобусе денег они не взяли. Молодые какие-то студенты. Короче, вот такое с нами приключение. Если бы мне хоть кто-то сказал даже полгода назад, что я в чужой стране, когда темно уже, ночь, мы будем с детьми пробираться автостопом, я бы не поверил никогда. Все. Нет, ну уже все, уже темно, уже даже автобусная станция пустая. В общем, ребятки, вот теперь точно пока. Надеюсь, мы доберемся. Но если выпуск вышел, то у нас все хорошо, мы добрались. Пока.